Приветствую вас, Аноним. Прочитал ваш вопрос. Вообще, когда я читал ваш вопрос, да, то у меня возникло такое очень неприятное чувство. Вот, оно не связано с вами, т.е. это не значит, что вы неприятны, но это чувство связано скорее, знаете, с той аурой, которая исходит от ваших отношений. То есть, эта аура, эм, ну, знаете, вот такая классическая семья, да, где, собственно, женщина на кухне с детьми, а мужчина, он, там, зарабатывает деньги, там, проводит время, да, там где-то, и, соответственно, приходит домой, и, там, женой проводит вот время только как. Как муж и жена, как мужчина, женщина. Честно говоря, мне кажется, скажут, что, вот, если бы одним, эм, словом можно было бы описать то, что, эм, я увидел в вас, вот лично в вас, потому что, ну, понятно. Понятно, что, помочь мы можем только, эм, вам, да. Я бы сказал, что это обесценивание. Вот, обесценивание. Вот, обесценивание, такое ощущение, что, эм, у вас глобально везде, по отношению к себе. Эм, обесценивание, некоторое пренебрежение, эм, себе, эм, себя, собой. И, даже, мужчину вы, по факту, выбрали такого, который, собственно, этим и занимается, пренебрежением, эм, ну, к вам, обесцениванием вас, и так далее, и так далее. Вот, вы говорите, мне не хватает внимания. А, понимаете, в чем штука? А, как бы, у вас есть два, э, по факту, пути, да. Вы можете, ну, точнее, три, но, третий, откровенно деструктивный. Вы можете, первое, первое, вы можете, эм, 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 ну, настаивать на том, что мужчина должен вести себя определенным образом, но, реально, нужно спросить себя, а может ли данный конкретный мужчина вести себя так, как я хочу, например. Если нет, то, почему я хочу его поменять? То, о чем говорил мой коллега. Вы можете, эм, обратить внимание на себя, собственно, а вот это вот потребность во внимании, она, как вообще происходит? Что, эм, эм, из чего она образуется? Чего я хочу в этом внимании? Что мне нужно там? То есть, как-то, вот, позамечать, чего вам хочется. И, может быть, вы, эм, сможете, эм, где-то сами, сами что-то себе дать, чтобы быть менее зависимым от человека, и чтобы, эм, более ценный быть для него. Сейчас-то пока получается, что вы для него не ценны, потому что вы сами для себя не ценны, потому что вы сами, такое ощущение, что, вот, вы сами, ну, как-то, вот, себя вообще, вот, серьезно не воспринимаете. Вот, это, вот, то, то, что, вот, на протяжении всего текста я, прям, вот, очень отчетливо, эм, чувствую и вижу. Вот. А, почему? Ну, потому что, вот, эм, даже если мы берем, эм, во внимание первый вариант, что вы говорите, вот, мужчина, там, должен, там, не знаю, быть, эм, эм, внимательным, там, на столько-то, 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 там, не знаю, процентов, ну, допустим, к примеру, к примеру, к примеру. Хорошо. Ну. Ваш мужчина не такой? Нет. Вот. Так вы, эм, вместо того, чтобы, чтобы сказать себе, а, ну, он не может, там, мне этого дать, для него, там, это неестественно. Например. Вот. Все, как бы, ну, не мой человек, мне не подходит. Вы продолжаете требовать от него того, что он не может. О чем это говорит? Вы пытаетесь его переделать. А, в каких случаях человек хочет переделать другого? В каких-то случаях, когда он боится отступить. То есть, вы боитесь отступить, вы боитесь, э, отпустить, человека. А когда, боимся, отпустить, человека, боимся, не вдаем ему, быть собой. Мы не можем быть близки. Понимаете? Фактически, ваши претензии, вот ваши претензии. С одной стороны, это хорошо, что у вас есть претензии. С другой стороны, вы их выражаете, совсем, мне кажется, не об этом. То есть, вот как бы я, ну, предложил бы сказать, да? Я бы предложил сказать так. Я себя обесцениваю и хочу, чтобы ты опроверг как-то. Понимаете? Ну, допустим. Это, я очень утрирую. Но мужчина на этом может сказать, такая, слушай, а в какой стати я тебя буду убеждать в том, что ты более ценна, чем, вот, ты себя, ты себя считаешь, допустим. Ну, ты себя считаешь неценной, ну, окей, и все, как бы. И это вам будет сделать больно, потому что вы-то сами себя обесцениваете. Возникает вопрос. Вопрос. Обесценивание. Из чего состоит у вас? Как получается, что вы себя обесцениваете? Ответить на этот вопрос, с одной стороны, достаточно прост. Вы ставите себе условия. Вы, по сути, вгоняете себя в такие рамки, в такие, такие рамки, что, ну, например, я могу быть достойной, а только если, там, не знаю, у меня будут семья идти, будет семья идти. Например. Или, вот, вы говорите, я снимаю квартиру, заработок у меня меньше. А, куда вы идете, вот, в плане, в плане карьеры? Куда вы двигаетесь, какие у вас перспективы вообще? То есть, ну, вот, вы работаете, а чем вы занимаетесь? Насколько вас это вдохновляет? Это важно. Потому что, если вас не вдохновляет ваша работа, если вам не нравится ваша работа, если вы не видите в ней перспектив, то, конечно, вы будете себя обесценивать. И мне, думается, ну, не то, чтобы, прям, вот, нужно было заменять одно другим, да, но, как минимум, больше внимания этому нужно уделять. Тому, а вот, что я вообще делаю в профессиональном плане? Как я развиваюсь вообще? Куда я иду? Вот, вы говорите, хочу семью и детей. Ну, как бы это не было замещением, замещением вашей собственной пустоты, которая есть у вас. Нет, в семье и детях ничего плохого нет, если вам, если вы готовы, если вы хотите, пожалуйста. Но, понимаете, как бы, здесь выглядит так, что когда мне мужчина не уделяет столько внимания, сколько я хочу, я себя чувствую как-то не очень. И в своих требованиях, вот, которые у меня есть к мужчине, я не вижу себя. Ну, то есть вы говорите, что вот, мужчина там должен там что-то давать и так далее, и так далее. Так, э-э-э, как, как вообще, вообще, вот, вообще вы подходите к отношению? Вы как их строите, эти отношения? То есть у вас тут постоянно какие-то условия. Я готов, а это только после я делаю, а это только после я делаю, а вот это только после. Ощущение, что вы всё пытаетесь контролировать. Ощущение, что вы пытаетесь себя защитить, но защитить и контролировать люди пытаются тогда, когда они не принимают в себе слабость, и не принимая в себе слабость, пытаясь контролировать, человек становится визмимым и зависимым. Как вы, по сути, потому что вы не принимаете в себе какие-то вот, ну, отрицаете точнее, не замечать, не осознавать какие-то слабости твои и до момента. Не подавляйте себе, не знаю, проявляйте свои чувства. Вот. То есть нет, вы, конечно, можете, там, меня обвинить, человека можете и претензии противить, я верую. Но другие, более интимные, более нежные чувства вы не проявляете. И поэтому у вас нет близости с партнером, то есть фактически вы не близкие. Вроде бы вместе, но вы не близкие. Эмоционально, я имею в виду, вы не близкие. Потому что вы ему не доверяете, он вам не доверяется. Вы ему не можете открыться, он вам не может открыться. Вот. И вопрос, а вы вообще умеете открываться? Вы знаете, что это такое? Открыто надо сказать человеку, что вас беспокоит, что вас волнует. Я думаю, нет. Я думаю, вы боитесь боли. Ну потому что, вас обещали уже, вам уже больно. Возможно, вам больно до сих пор. Вы эту боль держите в себе. Ее нужно прожить в таком случае. И научиться открываться, научиться строить искренний контакт и говорить о том, что волнует вас. То, что выражаете вы, это требование, я имею в виду, это уже производное от тех чувств и желаний, которые вы подавили себе. По типу того, по типу такого, вот я такой пример просто приведу. Контроль рождается из страха. Да? Но, бояться я не могу, бояться нельзя, вот мужчина, такой классический мужчина из странных сингеров. Бояться я не могу, бояться. Нельзя бояться, слабо. А контролировать могу. Но это обман. Потому что контроль это тоже страх. Только почему-то именно страх нельзя, а контроль можно. Но первое более естественно, чем второе. Для человека. Вот получается, что обман, по сути. Поэтому, то же самое с вами. Мне кажется, вы так привыкли, во-первых, своеобразно воспринимать мужчин, то есть, ну вот, у меня не возникло опять же, такого чувства, что, ну, что вас с мужчиной связывает что-то, то есть, понимаете, вот, как бы, как человек, как представитель своего пола, допустим. Есть, допустим, человек, как, ну, не знаю, как представитель семьи, семьи. Есть человек, как субъект профессиональной деятельности. Есть человек, как личность, как носитель культурных ценностей. И так далее. Вот у меня такое ощущение, что вы сводите свои роли к двум. Гендерной и семейной. Не знаю, понимаете вы это или нет, но ваше отношение они, таким образом, очень бедные. Они бедные. И в таких отношениях практически невозможно выстраивать близость, потому что близость возможна между личностью, между человеком, как носителем культуры, носителем ценностей. А то, что делаете вы, это, ну, к сожалению, это больше походит на, ну, я бы сказал, на незрелые отношения. Я понимаю, что вам, скорее всего, это очень неприятно, может быть, слышит, но так это выглядит. Ну, потому что незрелые отношения, потому что, ну, требовать от человека, от того, что он откровенно не хочет делать, вот вы говорите, что у него принципы женщины на кухне, но при этом я требую от него внимания. Ну, так. Получается-то что? Что? По факту вроде бы да? По факту? Вроде бы вы, действительно, требуете внимания. Кажется. Вроде бы. А на самом деле? Кажется. Что вы себя обесцениваете. Ну, на самом деле. Понимаете? И вот это, как бы, сложность, как мне кажется. Мне кажется, что в этом одна из вот ключевых проблем. Понимаете? Семь штук. Я могу, конечно, конечно, ошибаться, но выглядит, что это именно так. Вот. Вот, соответственно, такая штука. Такой момент. И я вот, ну, думаю, что вам бы на это обратить свое внимание. Вот то, что я хотел бы вам рассказать сейчас. Это очень в общих шортах. Это очень в общих таких вот моментах. Я хочу сказать, что это малая часть, к сожалению, того, что скорее всего с вами происходит. И мне кажется, что крайне важно, чтобы вы, как бы так сказать вам, чтобы вы увидели, вот крайне важно, чтобы вы увидели вот это, то, что условно говоря, вижу я. да. То есть вот, чтобы вы увидели вот эти моменты. Чтобы вы постарались их увидеть, по крайней мере. того, чтобы вы увидели. И, ну, там, не отмахивались от них, допустим, а старались бы, ну, скажем, скажем так, старались бы себя исследовать. Это вам. На мой взгляд. По моему мнению. Это вам. В принципе. Я надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что, значит, вы сформируете обратную связь, которая позволит вам начать терапию, вот, и, соответственно, улучшить вашу жизнь как луч. Ну, возможно, это, конечно, только в том случае, если вы будете, ну, вот, как-то обращать внимание на себя, если вы будете, как-то, вот, ну, относиться к себе более, значит, чувственно, более, ну, более чувственно, более, более чутко к себе. Вот. Сейчас вы, к сожалению, относитесь к себе, на мой взгляд, обесценивающе. Это влияет, как вы можете видеть, это очень сильно влияет на, ну, на то, как вы взаимодействуете с людьми, с мужчинами, вот, ну, в том числе. Да? Вот. И это, конечно, довольно, довольно, довольно грустно, довольно печально. Вот. Вот. Но, ситуацию можно исправить. Вот. Ситуацию можно исправить. Ситуацию можно поправить, если вы этого сами захотите, если вы сами, условно говоря, пожелаете этого, если вы сами готовы к тому, чтобы что-то в своей жизни менял. Удачи вам, всего самого доброго!